Вот утренний свет, след медведя, приблизительно, молодого медведя, 2,5-3 года, который проходил либо ночью, либо рано утром сегодня. То есть тут четкий отпечаток, когти видно. Участковый госинспектор природного парка Андрей Губарев, говорит, сбился со счета, какое количество отпечатков и следов ему приходится видеть по туристическим тропам. Настораживает то, что медведи стали чувствовать себя уютно и вольготно, передвигаются не по валежнику, а по людским тропам. В этом году количество медведей в Ергаках значительно увеличилось. Сотрудники парка предполагают всему виной лесные пожары в Туве и Хакасии. Мы наблюдали даже такую картину, что в одной пойме было сразу 8, только насчитали их, было 8 медведей. У них там гон был, происходили там драки у них были, всевозможные, мы тоже это наблюдали. То есть медведя, привычно, да. Один из них был размером, приблизительно он был, наверное, сувазик размером, то есть его было очень далеко видать. И он был 450-500 килограмм. Несмотря на нашествие медведей и последние случаи нападения на отдыхающих, туристов меньше не стало. Сегодня каждый из посетителей парка обязан регистрироваться по прибытии в визит-центре и знакомиться под расписку с правилами поведения в Ергаках. Также запрещена стоянка и размещение палаток на озере Радужное. Кроме того, у истока реки Малая Буйба по периметру лагеря впервые в истории парка установили электроизгородь протяженностью порядка 300 метров. Устройство работает за счет накопления энергии в аккумуляторах на солнечных батареях. При низкой маленькой силе тока очень высокое напряжение порядка 9 тысяч вольт. И, соответственно, животное таким высоким напряжением отпугивается сильным разрядом. В принципе, это безвредное достаточно средство отпугивания животных, но достаточно эффективное. Безопасное место ночевки уже опробовали туристы. Днем походы по живописным местам, а ночью спокойный сон. К тому же круглосуточно на чеку в лагере госинспектор парка с оружием. Мы шли по тропе, знаем, что здесь очень много медведей. И вот зашли на территорию, которая охраняется проволокой, электричеством. Тут намного безопаснее, как бы здесь госинспекторя и с оружием они, как бы безопасно отдыхать. Мы первый раз в этих краях, нас предупредили. Мы, конечно, будем вставать на оборудованных защищенных стоянках. Потому что у нас много ребятишек, маленькие детки есть, 10-12 лет. Страшно за них, конечно. С начала туристического сезона в Ергаках было зафиксировано два случая нападения медведей на людей. Как отмечают специалисты МЧС, оба нападения были спровоцированы самими туристами, которые не соблюдали элементарные меры безопасности. Останавливались в отдаленных местах от лагеря, оставляли пищу, запах которой и привлек животных. Хотелось бы обратиться к тем товарищам, которые принимают здесь туристические группы, потому как природный парк на сегодняшний день изобилирует наличием вот этих баз отдыха и так далее, которые вы видели, что они переполнены. Не оставаться в стороне от тех вопросов, которые завязаны на безопасность. На сегодняшний день сотрудниками МЧС зарегистрировано более 50 туристических групп. Это порядка 400 человек, из них около 50 детей. Сотрудники парка ежедневно обходят основные туристические маршруты и общаются с путешественниками. Рекомендуют им обязательно регистрироваться на базе, сообщать маршрут похода и время прибытия. Беречь не только природу, но и самих себя. Помнить, наша безопасность в первую очередь зависит от нас самих. Ольга Максюшина, Станислав Берки, Новости.